всем привет гбо часто задают люди себе вопрос стоит ли ставить себе газобаллонное оборудование я тоже очень долго думал и хотел и не хотел слушал отзывы не говорят ставить другие не ставить я все-таки рискнул рискнул и поставил стоит конечно это удовольствие не очень дешево не очень дешево стоит у нас на украине это стоит 10000 гривен 8 до 12 где-то вот так ну у меня вышло 10000 9500 плюс там кита регулировки там 9 800 получилось за баллонное оборудование итальянская блок управления польский по моему это вот и поставила его уже наверно месяца три назад вот за три месяца я проехал на нем уже где-то 11000 было 139 сейчас подождите скажу а сейчас 150 тысяч 500 километров даже ну да 11000 11000 вы получается за три месяца я его уже отбил отбил конечно с учетом даже того что у нас подорожал вас я когда ставил оборудование а стоил 78 сейчас он стоит 12 как бы хоть чуть ли не в два раза с 7 до 12 и даже на некоторых заправках по 13 гривен как бы ну даже взять просто посчитать да ну давайте не посчитать расход расход у меня на бензине был 10 литров на 100 километров газа израсходует автомобиль сейчас где-то 11 12 в зависимости от газа от заправки 11 12 литров и если взять посчитать то получается что на 100 километров бензина уходит 10 литров бензина нас 24 гривны это 240 гривен газа уходит на 100 километров где-то 12 литров по 12 гривен это грубо говоря 144 гривны 150 240 и и там ну короче так получается километр 250 240 250 так получается километр рубль 40 рубль 50 ну и вот получается это уже по ценам которые сейчас на вас которые там 12 гривен вот и получается что на километре мы экономим рубль рубль и вот посчитайте 10000 километров вот вам 10000 три месяца и газовая установка отбита так что кто много ездит ну и даже немного ездит ну просто ездит это выгодно выгодно по той причине что просто вы платите чуть ли не в два раза раньше было в 3 сейчас в два раза дешевле так что ну а выбирать самим надо там почитать там как влияет вас на мотор еще что-то у каждого свое мнение ну я тоже раньше как-то боялся ну тут как бы езжу ничего шо шо могу сказать моторы на удивление стал работать тише это первое второе что еще масло так быстро не темнеет как бы она вообще почти не темнеет как как на бензине как бы ну это наверное из плюсов из минусов пока миссия я не знаю минус стоит четвертого поколения оборудование чем она удобно прошел автомобиль завела за машина завелась на бензине поработала мотор нагрелся до 40 градусов раз автомобиль сам переключился на глаз все работает на газу очень удобно и не надо там ничего переключать там ничего это она сама все переключает как бы бак хотел поставить там на 50 или на 60 литров ну поставили на 42 потому что такое говорят что он у меня стоит под бампером что как бы чтобы не цепляла потому что намного шире запаски чуть ну и получается что цеплял бы этом на бровках такое поставили 42 литра ну этого вполне достаточно в городском режиме заправок куча так что устраивает 42 литра нормально 42 но в бак влазит где-то не 42 где-то влазит 38 39 смотря на какой заправки ну это специально это делают чтобы надо чтобы бак был заполнен всего-навсего на 80 процентов по технике безопасности вот так что ребята решайте сами вы покупать не покупать да поеду сейчас уже надо ехать там первое как он то называется или как чтобы проверили все уже 10 тысяч так что надо наверно фильтр поменять так что будут какие-то новости по газу там хорошо плохо я обязательно запишу ролик следующий расскажу вам на этом наверное все подписываемся ребята ставим лайки кому не нравится дизлайки до новых встреч и до свидания